И всем привет, ребят, с вами Стрвайк, и сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. Сегодня вместе с вами мы рассмотрим новый обновленный режим ЦП, обсудим его, ну и скатаем в нем один матчмейкинговый бой. А может быть даже и несколько, в зависимости от того, как быстро у нас закончится катка. Однако, относительно недавно, на прошлой неделе, в пятницу, у нас прошли изменения в очках набора задействия в бою. Теперь в ЦП число очков за захват точки у нас не 15, а 10, и число очков за нейтрализацию точки не 10, а 5. Вместе с этим у нас изменился также набор очков за помощь в получении фрага. То есть, если вы не уничтожаете противника, а как раз-таки наносите ему просто урон и сами его не добиваете, его добивает кто-то другой, теперь за это действие тоже дают не 7, а 5 очков. В связи с этим, с тем, что у нас за точки теперь начало давать, ну грубо говоря, в 2 раза меньше опыта, говорю, очков. На опыт это никак не влияет. Произошли изменения в фарме, в этом режиме. Если до этого большое количество игроков набирало солидное количество очков, и фонд распределяется у нас таким образом, что он распределяется между всеми игроками практически одинаково, в зависимости от набора именно очков, и вне зависимости от победы и поражения, там тоже фонд делится чаще всего в ЦП, это 55 на 45, потому что отрыва большого нету, то сейчас в ЦП, я заметил, сыграв 2-3 боя, то, что в этом режиме ваш фарм и заработок кристаллов именно в этом режиме стал больше, да, за счет того, что теперь уже игроки, которые захватывают точки, получают меньше очков, а если они получают меньше очков, а вы, например, за свои действия получаете больше очков за уничтожение противника, да, то вы получаете, соответственно, больший фарм и больший заработок. И если до этого обновления, в моем понимании, худший режим по набору кристаллов был именно ЦП, не по опыту, а именно по кристаллов, потому что опыта всегда в этом режиме можно было зарабатывать много, то после этого обновления, даже в контроле точек, теперь в теории есть возможность заработка большого количества кристаллов. Так ли это на самом деле? Проверим сегодня вместе с вами, сыграем на моем уже излюбленном вооружении в виде Крусейдера Молота с штурмовой кассетой. Безумно нравится эта комбинация. Ну, а если вам нравятся подобные роды видеоролики, то обязательно не забывайте поддерживать их лайком, подписываться на этот замечательный канал. Если было бы интересны обзоры других режимов в обновленном виде, да, также же у нас изменения практически во всех режимах произошли, то поддержите этот видос лайком, ну и в комментариях напишите, какой режим вы бы хотели, чтобы я пообозревал в следующий раз, если это вообще имеет вес и это интересно. Ну и также не забывайте про розыгрыш, который у нас прямо сейчас имеется на 30 тысяч танкоинов, на 2 миллиона кристаллов, по моему личному тегу в настройках игры вот здесь в аккаунтике устанавливается ТимП. Дальше оформляйте покупочку в магазине игры, это может быть премка, это может быть танкоины, ну и дальше заполняйте форму, которая есть в описании. Так, ну а мы вместе с вами пикаемся в бой, надеюсь, что не будет какой-то безумно большой карты, и у нас получится заработать хорошее количество очков, ну и заодно посмотрим на коэффициенты, на то, сколько мы вообще кристаллов сумеем заработать. Вообще, по идее, лучше всего такие обзоры делать на стримах, на дистанцию смотреть, то есть, например, сыграть 5 боев в одном режиме, 5 боев в другом режиме и делать сравнение, но так как у нас это видеоролик, то, и меня попросили его тоже заснять, записать, то мы сегодня скатаем просто один бой, ну и так чисто по среднему посмотрим, сколько мы получим. Если раньше, ну за такой бой без повышенных фондов в среднем можно было заработать где-то около 3000 кристаллов, я думаю, то если я за такой бой заработаю какую-нибудь там четверку-пятерку, то я думаю, что это будет очень и очень неплохой результат. Но это все зависит от того, насколько долго мы будем играть в катку, будет ли там досрочка, не будет там досрочки, ну и как вообще у меня сложится бой, сумею ли я набирать в рамках боя большой кристочков. Также вместе с этим обновлением появился больший смысл в как раз-таки уничтожении противника, нежели в захвате точек, то есть те игроки, которые просто пассивно стоят и захватывают точки, зарабатывают в этом режиме теперь значительно меньше в моем понимании, да, а те игроки, которые как раз-таки больше въезжают в противника, контролят вражеский респ и делают большое количество киллов, могут в этом режиме заработать большее количество кристаллов. Так, успеваю ли я дать сосулю? Нет, к сожалению, не успеваю, но у противника очень большое количество легких танков стоит на респе, и даже при том, что нас запикало за 10 минут до конца, я считаю, что это очень хороший бой, если в нем не будет досрочки, то мы сумеем здесь заработать очень хорошее количество кристалликов, поэтому пробуем, ну и посмотрим, что у нас из этого всего получится. Новая бомба, вазпа, конечно, тоже супер жестко работает, я что-то как-то так неудачно выехал в это все дело. Так, ну и мы пробуем накидывать урончик. Так, у вас пик у нас есть, есть, хорошо, кидаем, 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 полетела у нас движуха, ну и 8 киллов у нас уже есть, попробуем сейчас закрепиться на вражеском именно респе, пока тиммейты и противники забирают точки, вот за 6 минут у нас игроки заработали, сколько у нас тут, 18 киллов, 355 очков, то есть с точки зрения именно моего набора, я думаю, что это очень и очень неплохо, да, то есть то, что сейчас игроки, и такое большое количество здесь очков-то и фармят в целом, это и дает нам возможность дополнительного заработка в режиме. Так, это лаги сервера у нас начинают происходить, что касаемо контроля точек, то у нас на постоянной основе 3-4 точки контролируются, что является очень неплохим результатом. Так, ну и пробуем, пробуем накидывать, накидывать и еще раз накидывать урон. Отличную сосулью выдаю, но выдаю ее, к сожалению, по спасателю. 15 на 4, мы уже идем в рамках этого боя, мне спрашивают, да, Ванька, напишем Q, напишем Q, не знаю, что и к чему и как это обращение, но в любом случае поздороваться, я думаю, что стоит. Так, 40 точек у нас, 40 точек у нас, пробуем захватывать, пишут про мультов, забираю целый предмет из гаража за простое, мульты какие-то, не знаю, о каких мультах идет речь, но мы начинаем потихонечку ошмарить респ и стараться делать скиллы. До сих пор не понял, о чем идет речь, но ладно. Так, 7,5 минут до конца, досрочка в теории в этом бою у нас может быть, но нам она, если честно, особо сильно не нужна, поэтому надеюсь на то, что противник у нас сейчас в рамках этого боя чуть-чуть поднеберет в кондициях и начнет делать тоже большое количество киллов, вернее, даже не киллов, а захватов на точке, и мы сыграем полноценную катку. Овердрайв начинает падать на центре, у меня 90% овердрайва имеется, опять спасатель очередной у нас тут есть со стороны противника. Так, ну и 60 точек у нас имеется. Я уже думал, что этот викинг просто держит стенку, но нет! И я, к сожалению, падаю в минус. Ладно, хорошо, хорошо, хорошо. 380 очков, если мы здесь где-то плюс-минус 1000 заработаем за этот бой за 10 минут, то это был бы, я думаю, что очень и очень неплохой результат, поэтому будем стараться как раз-таки на эту песчоночку выходить. Так, ну и у нас противник здесь пытается тоже точку захватить, и меня сливают как раз-таки дроном под рывник. Очень плохо, конечно, когда так происходит, но у нас все точки под контролем. И все выглядит, что мы сейчас в этом бою сделаем досручечку. Так, 8139. Попробуем сейчас въехать в базу противника и закрепиться, как это у меня удалось сделать в начале этого боя. Надеюсь, что и сейчас у нас что-то подобное получится реализовать. Тиммейты уже так же, как и я, стоят в большом количестве на вражеском респауне. Так, ну и по-хорошему нам бы вот такую сосулендру дать было бы в дальнего, типа, а не в ближнего, но, к сожалению, попадаю в ближнего, падает овердрайв на центре. Пробуем его тоже забрать. Если есть у нас такая возможность. Мамонт. Нет, мамонт все-таки. Забирает. Так, у нас есть ваз, которого мы так же быстро сливаем. 907 точек. И это у нас получается, скорее всего, досрочка с фиксацией. Да. 5 минут боя. И за 5 минут боя получаю 2000 кристаллов. То есть, если в теории бы этот бой у нас длился бы 15 минут, да, и в таком же ключе я бы набивал бы киллы, то за такую катку я бы мог получить где-то около 6000 кристаллов, что является очень и очень неплохим количеством. Но нужно понимать, что это досрочка. И при полном бою ситуация могла бы быть немножечко другой. Так, что касаемо катки. Мне надо захватить 7 точек. Вот видите, насколько я четко играю в контроле точек, что я до сих пор не захватил ни одной точки. Да, то есть, за точки в этом режиме. Теперь фарма мало. Соответственно, за киллы вы можете зарабатывать значительно больше. Но лучше, конечно, захватывать и точки, и как раз-таки дополнительно получать за фарм. Так, ну вот сейчас меня закидывает на новую катку. Это кунгуру. От меня 4 резиста. Не сказать, что много. Ловлю какую-то воздушную текстуру. Так, ну и пробуем въезжать в респ противника. Где-то здесь у нас должны быть респы. У оппонента в большом количестве. Ну и будем пробовать теперь от этого респа накидывать урон. И стараться здесь жить. Жить желательно как можно дольше. Чтобы как раз-таки зафармить как можно больше очков. Питанчик здесь у нас есть. Хороший. Но, к сожалению, он сам себя сливает. Есть еще ареса. Страйкер, который тоже становится на кемпу. Ну и вот игроки у нас предпочитают больше ехать как раз-таки не в захват точек с первых секунд, в игру от определенных позиций. Да, можно так сказать даже на кемперках. Очень большое количество игроков также играют. У нас сейчас на как раз-таки брутах. Связано все это дело с тем, что сейчас нет возможности покупки батареек. И я по этому поводу, кстати, записал видос на второй канал. Если вдруг кто не видел. И кому тоже интересна эта тема, то можете перейти на видеоролик, который я оставил в описании. И посмотреть его. Как по мне, это сейчас довольно такая проблемная вещь. Так, ну а что касаемо этого боя, то пока что у нас, если честно, ну не все так круто, как могло бы быть. Да. Здесь на такой карте мне выгоднее всего находиться как раз-таки в правой зоне. В более закрытой, да. Где как раз-таки у меня больше возможностей на не то, что даже уничтожение противника. А на просто сейв и дополнительную жизнь, да. То есть, если я буду катать там справа по открытым зонам, то у противника будет намного больше возможностей меня сливать. Так, вот так вот, да. 4 тысячи урона мы наносим. А у игрока просто спасатель. Я понял. Так, ну и рикошет мне тоже большое количество урона наносит. Попробуем пока что не менять резисты. Чуть попозже, я думаю, что мы это дело точно должны вместе с вами здесь реализовывать. Так, ну и пока что у нас, что касаемо точек, то не все так гладко. Поэтому пробуем, давайте, захватить. Надо попробовать потянуть эту катку. А реза страйкер до сих пор стоит у нас справа на кемперке у противника. И просто стоит на накидке урона, да. То есть, шикарно зарабатывает келочки. И пытается заформить как можно больше кристаллов. Так, ну а мы здесь попытаемся тоже свой урончик вкинуть. У хантера есть овердрайв, который он успешно нажимает, но нажимает крайне поздно. Потому что я уже успеваю его здесь разобрать. По викингу даже по резисту можно тоже покидать. И хантер и рикошет все-таки с гелиусом, с респа меня набревает. 13 киллов за 3,5 минуты. Не сказать, что много, но в принципе, наверное, неплохо. Да, 200 очков за 3,5 минуты. Довольно нормальный результат. Так, ну и довольно большое количество противников меня просто выпушивает в одну зону в один тайминг. И отправляет на рез. Так, что у нас по резу вообще? Гром, шафт, молот стоит у меня резистом. Но здесь я бы сказал, что от противника надо именно от рикошета брать резист. Потому что рикошет здесь очень большое количество проблем мне наносит. И в моменте, конечно, против него здесь конкурировать тяжело. Тяжело, тяжело, очень тяжело. Так, пытаемся сливать здесь оппонента. Попробуем, наверное, даже дать сосулю или не будем давать. Ладно, давайте чуть подсевим ее. Пробуем оставить ее на противника, который будет пушить более агрессивно. Вот, например, под такого ареса. Ух ты, не понял, сейчас прикола. Ему 2000 урона наносит моя сосулю вместо 4. Не понял немножечко. Ну ладно, окей. Также не забывайте, что теперь у нас в ЦП 100 точек. Соответственно, досрочку сделать в ЦП стало намного-намного тяжелее. Но при всем при этом, это все равно реально. Реально, да? Но та команда, которая контролит как раз-таки большее количество точек на протяжении всего времени, имеет, конечно, больше плюс, нежели это было раньше. Да? Раньше, например, ситуация была таким образом, что вы могли контролировать вот так вот 4-5 точек на протяжении долгого периода времени за бой. А потом просто так, бац, противник забирал 3 точки и очень быстро сокращал отрыв. Сейчас же, если вы контролируете вот такое большое количество точек на протяжении длительного периода времени, то скрутить отрыв уже намного-намного сложнее. Но пока что у нас по команде все максимально печально. Я вижу двух страйкеров против. Я вижу большое количество молотов. И я вижу рикошеты, от которых надо будет взять сейчас резист. Да? Поэтому сейчас я думаю, что мы уже в ЦП переоденем здесь резист. Мы уже очень сильно начинаем улетать. И все, по ощущениям, может превратиться в то, что мы сейчас эту катку досрочно проиграем. Даже если мы ее проиграем досрочно, посмотрим, сколько по итогу нам удастся здесь заработать. 95% овердрайва. К сожалению, нету оудика. Сейчас бы он очень сильно пригодился. Вот, например, вот, чтобы в этого противника дать. Но, к сожалению, не успеваю. Так, берем резист, рикошет. Рикошета. Молот у меня есть. Рикошета. Страйкера. Чтобы поменьше впитывать в себя урон. Но пока что противник у нас просто нагибает нас без шансово. Так, есть и танчик у нас вот там вот. Попробуем его надрить по-быстрому. Страйкер у нас с кемпы тоже наносит большой крест урона. С дистанционным подрывом. С лучшим устройством вообще игры, на мой взгляд. Ну и, кстати, набил он 360 очков. То есть я на своем молоте набил 500-ку с контролем правой зоны. Он набил 360. В принципе, наверное, не так критично. Так, 85 точек у нас уже имеется. Ой, у нас противника имеется. Соответственно, нам было бы очень неплохо сейчас как-то эту ситуацию исправить. Мне залетает фулл сводка с оглушением еще и дополнительным. Но я из этой ситуации делаю лишь один килл. 30 киллов у меня за полбоя. На 60 киллов я иду. Если бы этот бой был бы как раз-таки полноценный. Но, к сожалению, мы скорее всего сейчас эту катку досрочно здесь проиграем. Нифига себе. У хопера расстояние хорошее. Под прожатие овердрайва. 545 очков за полбоя. Ну и посмотрим, что мне по кристаллам дадут здесь. Даже за проигрыш. 2000. 2000 кристаллов за 500 очков. Что я могу сказать? По таким двум боям тяжело, конечно, делать какие-то определенные выводы. Но, на мой субъективный взгляд, теперь те игроки, которые играют на постоянной основе в этом режиме, и которые делали здесь большое количество прибыли, я имею ввиду, набивали большое количество очков, будут получать большее количество кристаллов. И, соответственно, у вас есть в этом режиме с такой обновой большая возможность именно фарма. Как бы это ни звучало, но вот такое вот обновление в виде изменения именно уменьшения очков за захват точки, оно повлечет за собой как раз-таки больший заработок лично ваш. Потому что все игроки зачастую, да, играют именно в захват этих точек, и, соответственно, за это набирают хорошее количество очков. А из-за того, что у нас фонд делится на всех, в зависимости от количества набранных этих очков, то, соответственно, вы получаете из-за этого меньше. А если за эти точки зарабатывают игроки изначально меньше очков, соответственно, вы уже со своим большим набором можете заработать более хороший коэффициент и большее количество кристаллов. Поэтому, на мой взгляд, ЦП в этом плане уже может быть не самым худшим режимом в соотношении набранных очков и заработанных кристаллов. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Насколько вам понравилось изменение данного формата в режиме ЦП? Любите ли вы этот режим? Ну и прав ли я вообще в этом всем деле? Да, может быть, я не прав. Может быть, это все дело наоборот, по-другому теперь работает, да, и фарма, наоборот, еще меньше стала. Хотя я лично заметил то, что кристаллов в ЦП стала возможность зарабатывать больше. Поддержите данный видос лайком, если вам понравилось. Подписывайтесь обязательно на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Также не забывайте про розыгрыш, по которому я информацию уже рассказал. Тимпешечка в описании. Два ляма кристаллов, 30 тысяч танкоинов. Поэтому обязательно участвуйте. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.